Это Пульс дня и мы продолжаем. В Вильнюсе и польском городе Люблин установили порталы, которые позволяют местным жителям участвовать в прямых трансляциях между двумя городами. Порталы, представляющие собой большие экраны, оснащены камерами. По задумке организаторов проекта, они должны помочь людям из разных точек земли переосмыслить чувство единства. Сотрудники Вильнюсского технического университета Гедеминуса, который стал технологическим партнером проекта, в качестве формы портала выбрали круг. Известный научно-фантастический символ. Такая форма и минималистичный дизайн также должны сформировать образ города будущего. Сейчас авторы инициативы работают над установкой порталов, объединяющих Рейкьявикой, Вильнюс, а также Вильнюс и Лондон. В дальнейшем организаторы планируют установить множество порталов по всему миру. Основная цель проекта – объединить представителей разных культур. Человечество сталкивается с различными угрозами, будь то социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы. Но если мы присмотримся, эти проблемы вызваны не недостатком ученых, активистов, знаний или технологий. Это отсутствие сочувствия и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами, говорит президент фонда Бенедиктоса Гиллиса сам Гиллис. Мост объединяет и призывает подняться над предрассудками и разногласиями, которые должны остаться в прошлом. Данил, ну что же, все то, о чем говорили футурологи, начинает сбываться. Добро пожаловать в дополненную реальность. Да, действительно, тем более, все-таки речь идет о столице и о городе, который находится на востоке Польши. Люблин – это недалеко достаточно от украинской границы, ну как недалеко относительно. Это восточная Польша, считается в польском государстве, что восточные территории менее развиты, чем западные. И к Люблину тоже было много таких претензий в свое время, что, мол, это город куда лучше, вот так вот просто приезжая по ночам не бродить. Но все еще, все как-то меняется, и Люблин также получил новое рождение, потому что урбанисты над этим городом работали активно. И вот этот проект – это один из таких нововведений в городскую среду, который числится одним из многих, которые там были сделаны. В этом смысле, конечно же, для урбанистов это была интересная история, как из города, в котором все оказалось достаточно плохо, можно сделать привлекательную городскую среду. Ну и также нужно понять, что городская среда в первую очередь должна быть интересна жителям, гостям, которые попадают в этот населенный пункт. Конечно, вот такая попытка открыть этот портал, мегателевизор, мегамонитор, мегаскайп, как бы это ни назвать, это совершенно иное ощущение, которое вплетено в ткань города. Вот, кстати, о ткани, о матрице. Если говорить о восприятии вот этих порталов, расположенных в двух городах Польши и в Литве, то, скорее всего, философы воспримут эту идею, может быть, несколько прохладно. Почему? Потому что именно философы всегда спорят о восприятии реальности. А тут можно сказать, что это уже даже не реальность, где мы можем что-то потрогать, что-то примерить или что-то ощутить. Это уже, можно сказать, виртуальная реальность. И именно, наверное, философы будут сейчас беспокоиться по поводу того, сможем ли мы правильно оценивать то, где мы находимся. Потому что сейчас не исключено, что многие из нас в будущем будут просить друг друга ущипнуть. Я не знаю, ущипнуть друг дружку, чтобы почувствовать, что мы не спим. Потому что существуют различные симуляции, иллюзии, например, акустические или оптические. Так что вот этот портал, скорее всего, это тоже большая иллюзия, только мы об этом еще пока не знаем. По всей видимости, да. Это все новости к данному часу. Увидимся и услышимся в нашей рубрике «Паскриптум» после программы «Мир сегодня». Субтитры создавал DimaTorzok